В золоченном, в таком пафосном стиле. Справа от нас открывается потрясающая фантастическая перспектива, фантастический вид. Мы видим золотой купол Исанья и, конечно, адмиралтейский шпиль. А вот перед, справа, ближе к нам, располагается тот самый мраморный дворец, где, вот, кстати говоря, строительского моста видно. Это фантастическое явление осени. И видите, там как раз предоился памятник Александра Третьего во дворе мраморного дворца. Именно этот памятник стоял на Знаменской площади, на площади Вастаньи, и в 1937 году был сюда перевезен. Еще один интересный факт. Вот мы сейчас с вами съездим с Троицкого моста. Это Суворовская площадь. Названа она в честь полководца Суворова, который представлен, что у нас здесь в лице памятника Богу Марсу. Поэтому, собственно, Марсово поле, это такой был век аллегорий. Люди не всегда изображали в скульптурных композициях, в живописи, не всегда изображали непосредственно портретное сходство. Это было неважно, как человек выглядит и как он изображен. Главное, что он несет определенный посыл, такой смысл. И Суворов, безусловно, здесь находится в таком диалоге с Богом Марсом. И, собственно, представлен здесь в виде Бога Марса. Что интересно, здание, зеленое здание спереди справа, которое уже фактически фасадом выходит на Суворовскую площадь, оно изначально не являлось композиционно главенствующим зданием на Суворовской площади. Это здание, предназначенное для прислуги мраморного дворца. Когда-то здесь не было Троицкого моста, это надо понимать. Мраморный дворец выходил фасадом на Неву, продолжалась набережная, а потом в нее вот так вот вписали троицкий мост. Это к вопросу о идеологии культуры, к вопросу о том, как сочетаются стили, как они разговаривают между собой. Хотел бы особо обратить ваше внимание также на цвета. Посмотрите, справа и слева находятся здания одинакового цвета. Это не просто так. Они фактически примерно одного и того же размера, но это же в этажности. Это тоже явление петербургского ансамбля. Все не просто так. Все не просто так. И, кстати говоря, к вопросу о современной архитектуре, конечно, мы можем наблюдать такой процесс вот этого разрушения, осознанного разрушения на самом деле. Не верится в неосознанное разрушение этого ансамбля. И, конечно, такие вот моменты, как разрушение петербургского ансамбля 18 века, это, конечно, создает дискуссию в среде общественной Петербурга. Справа от нас находится Марсово поле. Раньше оно носило название Царицыного луга. Это также уникальный памятник ансамблевой культуры. Царицын луга предназначался, конечно, и для парадов, и для разнообразных уясилительных мероприятий эпохи Екатерины и всего императского периода. Продолжение следует...